Тема чешско-немецких противоречий не требует дополнительных обоснований в применении к веку XIX. Но в случае с XV веком я знаю своих коллег-медивистов, которые с порога поставят к моей постановке темы неудобные вопросы, хотя бы вопрос о том, можем ли мы говорить в XV веке о немцах. Я сделал это специально для того, чтобы лучше представить мышление тех историков XIX и XX века, немецких и чешских, которые как раз жили в век национализма и мыслили этими категориями, и эти же категории применяли к тому прошлому, к XV веку, пытаясь породить научную истину, которая в любом случае оказывалась субъективной, предвзятой, наполненной тем современным содержанием, в котором они, собственно, жили. Потому в формулировке характера гуситских войн и в изучении идеологических позиций враждующих сторон конфликта чешские и немецкие медивисты XIX-XXI веков, помимо любых иных терминов, пользуются и термином «национальный», причем вне зависимости от того, к какому методологическому направлению они принадлежат. Карл Маркс определяет таборицкое движение как национально-чешскую крестьянскую войну религиозного характера. Но данное определение не предполагает и не объясняет никаким образом военное противостояние между национальными силами, между табором и Прагой, поскольку обе эти силы были и чешскими, и гуситскими. И характерно, что уже упомянутый сегодня чехословацкий марксист, марксист на первых порах, Йозеф Мацак, в своей двухтомной монографии о таборе в гуситском революционном движении, на данное определение Маркса ссылается только один раз в историографическом обзоре, но больше его не используют, оно просто для него не существует. И сам воздерживается от того, причем чтобы как-то определить самостоятельно сам характер гуситских войн, дать какое-то полное определение этого процесса. Более естественно, термин «национальный» выглядит в устах основателя чешской романтической школы Франтишка Палоцкого, который в духе Георга Гегеля представлял себе европейскую историю в виде становления народов и их борьбы между собой. Цитата «Борьбы славянского элемента с элементом германским» в гегельянском лексиконе Палоцкого. В доказательство Палоцкий цитирует манифест пражских гуситов 1420 года, который именует немцев своими природными врагами. Цитата «не пшателе на сии пширозени». То есть врагами исконными, врагами отродясь, по аналогии с тем стереотипом, который сложился в истории франко-немецких противоречий, стереотипом наследной вражды немцев по отношению к французам, по-немецки «Erbfeindschaft». И природную вражду чехов с немцами Палоцкий аргументирует словами самих пражских гуситов. Цитата из манифеста 1920 года. «Немцы без всякой причины и из постоянной злобы на наш народ прогнали его с Рейна, из Мейсона, из Пруссии. И так и с нами поступить хотят, и заселить города изгнанных». И в данном случае тут как бы города изгнанных, о ком в данном случае мы, ну, кто под данным определением мог подразумевать автор этого манифеста? Ну, либо же славяне, либо же чехи, но уже вот в ситуации 1420 года, потому что этот манифест был составлен как раз летом 1420 года, когда под Прагу пришло 30 тысяч крестоносцев из немецких земель, из венгерских земель вместе с Сигизмундом Люксембургским. Так поражание воспринимали осаду Праги, которую предприняло войско римско-германского короля и чешского наследного господина Сигизмунда летом 1920 года. На Палоцкого этот манифест произвел такое сильное впечатление, что тот воскликнул на полях своей истории чешского народа. Третий том, первая часть, 306-я страница. Какой чех, услышав об этой немецкой злости, не сотрясется во гневе? Палоцкий видел в пражских манифестах отражение чешско-немецких противоречий, свойственных его собственному времени, и коренящихся в том, что в по-белогорский период Чехия превратилась в австрийскую провинцию, поскольку Габсбурги конфисковали значительное количество имений и в Богемии, и в Моравии, и раздавали их, в том числе, шляхте немецкой, извините, знате немецкой. Особенно вот мне вспомнилась та метафора, которую я встретил в статье немецкого медиевиста Фолькера Пресса, о том, как швабское дворянство рассматривало Чехию в конце XVII века. Она называла его «Раем знати» – «Парадис des Adels». Но в 1420 году предполагаемые чешско-немецкие противоречия были заметно сложнее уже в силу следующих трёх обстоятельств. Во-первых, до XIX века в немецком языке не существовало термина, который бы обозначал чётко и недвусмысленно «Чеха в этническом смысле». Поскольку немецкое слово «derböme», что значит дословно «богемец», это термин политико-географический, который соотносится с богемией как главной землёй чешского королевства. Термин, который применим и к чехам, и к немцам. Правда, конечно, следует предполагать, что любой термин может использоваться и в отрыве от нормы, и в виде нерегулярного узуса может приобретать соответствующие черты, как, например, в хрониках ранне-средневековых фульских аналах, где под богемане, скорее всего, именуются именно славяне. Хотя, когда в среде самого славянского населения появляются дружинники Скандинавии, что нам демонстрируют жития Людмилы и Вацлава, то тут уже как бы и их вполне не могли называть этим термином «богемане» немцы к западу от Чехии. Во-вторых, сам римско-германский король Сигизмунд и его имперские князья декларировали в своих грамотах, что идут на войну, цитата, с виклифистами в Чехии, либо же с гусами-еретиками. «Husen und Ketzer zu Bechen» они отличали богемских гуситов от, цитата, «благочестивых», то есть католических богемцев. И в то же время сами гуситы нигде не, по крайней мере, в пражских манифестах 1920-1921 годов, не именуют себя гуситами. Они именуют себя теми, кто стоит за правду Божью и в свою очередь называют тех, кто против них воюет, то есть весь остальной католический мир. Они их называют еретиками. И вот немецкий историк Фердинанд Зайфт потому подчеркивает, что гусит изначально – это оскорбление, которое изобретено было в эпоху Константского собора и которое дублировано и в гуситской хронике Лаврентия из Бржезова, когда он передаёт ругательство баварских рыцарей, ловящих всякого чеха и сжигавших его хус-хус-хатца-хатца. Вот. В-третьих, в королевских и княжеских грамотах имперских князей Сигизмунда с призывом на войну с гуситами нигде не употребляется термин, который мы могли бы перевести как «немецкий». Потому что крестовые походы на Чехию не предполагали своей целью расширения немецкого влияния на восток, которое Палоцкий вслед за пражанами самолично вдумывает в мотивы Сигизмунда и имперских князей. Целью крестовых походов в Чехию являлась защита и восстановление порядка в земной церкви. Это была прямая обязанность римского короля и будущего императора, светского главы христианского мира. И в любом случае для средневекового человека это была прямая обязанность всего светского сословия, в главе которого стоял, собственно, самый император. Кроме того, уже наличие нации саксонской и нации баварской в числе наций пражского университета демонстрирует, что выходцы из немецких земель в начале XV века осознавали себя баварцами, саксонцами, но никак не немцами. И само добавление немецкой германской нации к названию Священной Римской империи относится только ко времени Бормского рейхстага в конце XV века. Обратимся к тем манифестам пражских городов, которые рассматривает Палоцкий. Один из них был издан 5 ноября 1420 года через 4 дня после битвы под Вышеградом, в результате которой верная Сигизмунду чешская маравская шляхта неожиданным образом потерпела поражение от пражских горожан, так что, как говорится в манифесте, пало 500 панов, рыцарей и паношей принадлежащих, цитата, к чешскому языку. Возникла в науке дискуссия по поводу того, что под данным термином чешский язык в пражских манифестах, потому что этот термин постоянно повторяется и в манифестах самих пражан, и в сословных сеймовых грамотах тех, которые постановляются всем королевством. Что же под этим термином могло пониматься? Немецкий исследователь, чешский немец Константин Хёфлер в середине XIX века переводит этот термин чешский язык с помощью немецкого слова «шпрахе», что значит, собственно, язык как речь. То есть, в данном случае он говорит, что тут имеется в виду просто чешскоговорящая шляхта. Шляхта по-чешски, которая говорит. Чехословацкий и современный чешский ученый Франтишек Шмагель обнаружил, что в сеймовых документах времени правления Владислава Егелона в конце XV века этот термин «язык» употребляется в связке с термином «нация» или «народ» в характерный для средневековой латыни и народных языков плеоназм «язык неп народ» «народ неп язык» в качестве средневекового плеоназма. И на этом Шмагель выстроил теорию, что термин «язык» в гусидскую эпоху означал «нацию» в культурном смысле. То есть всех чехов, но никоим образом всех тех, кто говорит по-чешски. Именно чехов как тип культурный. Немецкий ученый Фердинанд Зайпт согласился с тем, что термин «язык» означал «общность» именно «языковую». Определяет это понятие как с помощью немецкого выражения «sprachnazionale gemeinsamkeit» «языковая общность». Однако высказал мнение, что данное понятие имело и важную функцию социально-политическую. В то время как иная коллективная идентичность, политическое понятие «чешская земля» уже закрепилось в качестве обозначения для тех, кто обладал наследуемой земельной собственностью, то есть для обозначения чешской шляхты, понятие «чешский язык» охватывало всю сословную структуру чешского королевства, в том числе и Прагу, которая активным образом это понятие использовала. Но эта позиция Шмагела и Зайпта выглядит логично. Однако, с моей точки зрения, она неверна. По той причине, что она не объясняет следующий факт. Этот манифест от 5 ноября 1420 года был продублирован на немецком языке и адресован бургомистру совету и общине западно-чешского города Кадань и недвусмысленно причисляет эту немецкую общину к, как это по средне-верхне-немецки было переведено со старо-чешского, «wie бэхэмшэн цунгэн», то есть языки богемские. И заметьте, что в данном случае используется тогдашним человеком не слово «шпрахэ», «речь», а язык как цунгэ, как орган речи. Богемские языки, иначе говоря, это все те, кто язык имеет, но в богемии проживает. И поскольку, в том числе, тут, видимо, не играет никакой роли, на каком языке пишется манифест и к какой общине это обращается. Здесь играет роль то, что Кадань – это город католический, но вот в чешском королевстве. Это такая принадлежность. Потому я утверждаю, что чешский язык и в старо-чешском варианте, которому он буквально по смыслу соответствует, это категория явно не языковая и не культурная, но политическая категория, простую принадлежность к богемцам обозначает. В этом манифесте прожане утверждают по отношению ко всем богемцам, что немцы вместе с венграми – это их заклятые враги. И под немцами они, безусловно, понимают крестоносцев из немецких земель, а никоим образом не своих компатриотов. Да, ладно. Да, хорошо. Но при этом и к имперскому князю Фридриху Мейсенскому, как бы своему внешнему немцу и непримиримому врагу, который очень много сделал во вред чешской земле, они обращаются к нему в свои манифесты и из своего гусицкого миссионизма пытаются его задобрить и перенимонить на свою сторону. Причем три раза ему направляют по-латыни и по-немецки. И именуют его при этом не просто высокосиятельным князем, как это в этикете принято было, но своим любезным или возлюбленным, это можно перевести, попечителем. Потому вот, предваряя свое заключение, я бы хотел выразить мнение, что термин «национальный» приносит в исследование гусицких войн больше путаницы, чем смысла. В том случае, если не уточняется, о каком роде национализма идет речь, о политическом или культурном национализме. И заключение мое следующее, что в начале 20-х годов имперские князья вели борьбу за искоренение гусицкого учения, в то время как пражские гуситы стремились мобилизовать все королевство против внешнего противника, потому в гусицких войнах сама проблема чешско-немецких противоречий и какой ее знает история XIX века не имеет исторических оснований. Благодарю за внимание и за терпение. Вот у меня такой вопрос. Как вы относитесь к определению гусицкой революции, данной шмагелем, как чешская аномалия, в том числе это понятие аномалия, включает в себя чешский национализм в таком понимании, как у других народов, он возник только в XIX веке. И значит, на несколько столетий националистическое, в английском смысле, национализм, самосознание чехов опять же таки обогнало всю остальную Европу. Впереди планеты всей Чехии оказались и как реформаторы на сто лет, и как националисты уже на три столетия. В вашем мнении. Хорошо, благодарю. Я скажу свое мнение о шмагеле, как марксисте. Потому что если он позволяет себе такие слова вроде аномалии, то он от марксизма самого отступает. Какая же это аномалия, если это просто явление в одном ряду с последующими раннебуржуазными революциями. Тем более, вот, меня особенно удивляет, что он всякую статью свою по-английски, по-французски заканчивает, где вот эту концепцию излагает, заканчивает вопросом. Un anormal historique? Вот это вот, знаете. Потому само, что обогнало. Но, знаете, у него есть научный внук Роберт Новотный. В Праге преподают. Ученик Петра Чёрная. У него есть ещё такая позиция, что в Чехии была конфессионализация перед конфессионализацией. Реформация перед реформацией. И реформация – это вот как раз шмагель. Но сам Новотный, когда вот подал в заголовке своей статьи вот этот концепт, он в итоге приходит к выводу, что вполне себе гуситые католики, особенно шляхты, существовали друг с другом. Потому конфессиональный раскол, а ведь именно этот термин приносится из истории немецких земель 16 века. потому этот конфессиональный раскол был очень относительный. Спасибо. Есть ли ещё вопросы? Вопросы? Спасибо большое за доклад. Вопрос следующий. Какое ваше мнение? Почему всё-таки за гуситами не так уж много пошло людей из других народов? Но всё-таки чехи остановились гуситами. Почему немцы не обращали внимания на их пропаганду? Почему поляков не так много слушало те таборитские манифесты, которые к ним были обращены? Спасибо большое. Да, благодарю. Ну, я разделяю мнение западно-германского медивиста Фердинанда Запита, который рассматривает гусизм не как чешское явление, а как европейское. В контексте тогдашней церковной реформы. надо сказать, что вот те мысли, которые выражал Ян Гус, о том, что Симония это плохо, о том, что римская курия слишком много себе берёт от поместных церквей. Эти же вещи повторяются у целого ряда немецких прилатов. Николая Кузанского, у епископа Любекского Игана Шелли на Базельском соборе. Потому тут дело в том, что гуситы повели себя нелегитимно с самого начала. Именно гуситы. Не Ян Гус, а гуситы. Тем образом, что они воспротивились своему законному королю. А это несправедливо. и потому у Сигизмунда были основания для справедливой войны. И гуситы, пражские особенно, старались обосновать своё право на то, чтобы сопротивляться монарху. Но это у них очень плохо выходило, хотя они старались, они писали манифесты на латыни всему христианскому миру. Но так получилось, что, например, даже есть манифест, в котором Жанна Дарк объявляет войну гуситов. При том, что в среде окрестной были и в немецкой среде последователи гуситов, например, Николай Дрезденский, был англичанин Питер Пэйн, английский гусит. В Кракове еще были гусит. Вот. То есть они не выглядели легитимными с точки зрения окружающих молодых? Да, безусловно. Спасибо. Спасибо.